называется я же сама себе говорила розового больше не будет будет потому что остался материал делаю месяц и мне нужен цветочек я думаю что еще заеду цветочком магазине видела очень красивый пацану розовый с зеленым золотым будет кто-то говорит цвета тени сочетается мне нравится как она сочетается вот он вот он цветочек я выведем в магазине долларовом еще в прошлом году видите что мне не нравится надо наверное немножко укоротить эти лепестки потому что здесь край ткани это некрасиво видела я его еще прошлом году на все не знаю куда его хотела бы применить но мне понравился по цвету и смотрите вот сюда так он ходит идеально правда сейчас это вот так приклеили надо будет дальше добавлять еще какой-то декор посмотрю что будет остальное пилела я тут вчера свои домики пилочкой по металлу ужасная идея но у меня другой пилы нет а мне надо было же на ночь сделать нужно сейчас все убрать и красил заодно еще у меня здесь есть рамки мне нужно внутри все достать перекрасить рамы и сделать картины надо будет этим заняться но наверное уже зимой потому что пока что у меня нету на времени пока тут стоят ибо погоде у нас осень перешла плюс 38-40 градусов где дождик а дождик будет где-то в декабря максимум до марта наверное это не точно каждый день с утра до вечера ну как с утра с обеда даже больше но сегодня я осталась дома не поехала на чего я начала делать елку приклеивать она мне будет бело-красная сейчас смотрю то что будет еще сделала вчера на ночь глядя маленький грибочек думала может его тоже сюда поместить но он один наверное нет купила вот такого санту и думала тоже думала может его на елку нет поставила под елкой в принципе есть и тут я все доделаю если он здесь будет красиво смотреться да почему бы и нет так венок венок месяц готов это та работа которая не была по плану но я ее сделала вот что значит пинтерест я что-то искала на пинтерест и мне попалось видео где девушка делать месяц я вспомнил я же тоже таки делала почему бы не сделал он получился такой осенний очень классно мне нравится так что еще вам показать показать надо убраться дома надо убраться дома потому что это кошмар убрать особенно стол все вещи разнести убрать на балконе подмести бы что я там пилила вчера и вот я снимаю видео знаете самая большая проблема здесь у нас она маленькая очень маленькая квартира и у меня у мужа велосипед потому что он постоянно катается на велосипеде это его болезнь велосипед это его болезнь его некуда ставить и он мне стоит напротив камина хотя же камень я так люблю чтобы там было все красиво нужно крепление я говорю и муж предложил что крепление сюда чтобы его вешать я согласна на балконе не вариант потому что солнце другой велосипед ставить на солнце на улицу сейчас начнутся дожди нет нет технику нужно беречь тем более что ты же в нее вкладываешься я сейчас рассмеялась сама себя делаю елку как сильно я радовалась что у меня подходит кашпо а сейчас я вспомнила мемп слышали такое спасибо дура я делаю композицию до белый красный золотой но кашпо то у меня серебряная если на то пошло она металлическая не золотой не серебряная на просто серая и я это поняла только сейчас понимаете вот только сейчас я смотрю думаю что то у меня тут не сходится надо ствол еще покрасить то что мне не нравится как этот цвет смотрится я думаю наверное сделать его темным добавить снега и теперь по ходу надо будет красить кашпо как я так я даже не обратила внимание на изначально там у меня будет все золотое красные я кашпо классная но я его уже с ними ничего делать не буду кроме того что меня будет его наверно покрасить и насчет маха тоже наверное наверное сделать надо там сугробы а так уже почти почти она готовая смотрится неплохо санта вот этого деда мороза нет это санта я изначально вообще думала по-другому делать это все потом я думаю нет его не будет в этой работе потом я просто переложила вот здесь и поняла что вот тут он смотрится неплохо училась такая елочка короче сейчас буду думать как выкрутить из того что я сделала им буду дальше все доделывать елочка готова гнома готова можно работать дальше единственное что если я найду другой вариант вместо мха которым заполнить снизу тинтепон белый не вариант здесь надо делать из ваты и пыва типа что-то снежного сугроба посмотрю еще думаю но что я хотела сказать это для тех кто со мной спорил там ругался даже до оскорблений доходило с некоторыми кто мне там говорил что мои шишки раскроются год я их делала приблизительно осенью октябрь-ноябрь наверное в прошлом году они не раскрылись я миллион раз говорила что можно различить шишки раскроется или нет я очень много раз говорила что все эти способы намочить шишку она закроется это тоже не работает она у вас раскроется в любом случае раскроется если она уже была раскрытая заполнять внутри каким-то пва клеем или чем-то еще тоже не вариант потому что все это природа и тут тут много разных нюансов поэтому закрытые шишки это это природное явление я бы так назвала потому что закрыть шишку самостоятельно возможно только на какое-то время вы ее намочили она закрылась и вы ее высушили она раскрылась я конечно могла бы на эту тему промолчать но я изучаю шишки огромное количество времени я работаю с ними я собираю разные шишки моей коллекции уже более 40 видов и я как бы могу немножечко конечно же по этому поводу поспорить насчет закрытых шишек раскрытых шишек сортов шишек потому что я это знаю я все-таки поменяла картинку на своих блокнотах я изначально я думала что у меня будет мишка но не то не видела я его там мне хотелось сделать новогодними но знаете что я хотела я вспомнила фотографии из пинтерс где вышивали крестиком на заборе какие-то еще такие штуки и там где такой жиденький крестик как я его называю поэтому я вышиваю в одну нить это мулине и она обычная 6 ниточек тоники здесь получается в одну нить можно вышивать конечно же лентам толстыми нитками или даже вот эти нитки братом в 2 у вас просто будет более такой крестик объемный да поэтому я вышиваю принципе так как мне нравится как вижу я здесь будут у меня закладки в одном я уже решила пришила приклеила но мне нужно заехать за белыми ниточками потому что изначально я думала делать вообще вот как здесь вот белый фон да или нет вот так и что-то я сидела сестру я и показывала и мы сошлись на том что с белым фоном будет больше читаться рисунок чем просто на сером так что поехать сегодня я за ниточками не могу потому что я не могу ходить я не знаю где каким образом мне очень сильно болит нога хотя я вчера ничем не занималась но я не могу ходить но что самое важное сейчас я начну постепенно делать раскраивать это делать куклу наконец-то мне приехал кукольный трикотаж а точнее как наконец-то его просто вчера заказала сегодня он приехал наконец-то я его заказала так можно сказать они наконец-то он не приехал так я раньше шила куклы вот он трикотаж хлопковый трикотаж он тянется я раньше шила куклы из обычной хлопковой ткани обычной и что могу сказать результат разный я никогда не покупала никакие мастер-классы по созданию кукол я всегда как-то я сама учка во всем кроме шить и одежды потому что одежду я училась поэтому и я посмотрела на своем опыте из хлопковой ткани можно шить таких кукол я вам сейчас вот тут вот вставлю фотографию какие они получаются но следующие фотографии это то что получается из кукольного трикотажа разница огромная при одной и той же выше вышивки выкройки получается совершенно две разных куклы конечно же если вы хотите пробовать вы не хотите ничего покупать вы можете пробовать шить из рукой можно кстати попробовать шить из похоже какой-нибудь плотной трикотажной ткани я тоже когда-то такую нашла но это был не кукольный трикотаж сейчас я купила именно кукольный и белоруссия тоже покупала именно кукольный трикотаж уже когда понимала что с ним мои куклы получается намного намного лучше те кто шьют куклы те кто занимается только куклами они изначально я думаю особенно те кто покупали мастер-класс они изначально шили из кукольного трикотажа я же нет я пробовала все варианты пока не пришла к нему и после того как я попробовала шить куклы из него я не хочу шить из другой ткани потому что получается совершенно все другое мне конечно везет больше всех я переделываю свою шишку хочу сделать ее новогодней не шьет швейная машинка ткань трикотаж настраивать ее попыталась но нужно менять иголку потому что там обычная иголка я уже за этим никуда не поеду начала шить вручную раньше много кукол тоже шила вручную потому что трикотаж не каждая машинка хочет просто так брать нужно настраивать не этим сейчас заниматься совершенно не хочется вот серьезно мне проще сейчас и быстрее будете шить вручную и по поводу этой шишки но у меня стояла с цветочки напомните не видела но я не хочу переделать сейчас я ее покрасила покрыла полностью лаком и убрала весь декор эти все листики от термо клея отходит клей хорошо когда отрываешь поэтому они у меня будут тоже в работе я думаю что они наверное мне знать еще пушечки не могу ходить ногой своей как инвалид сейчас вот в эту работу зимнюю тоже парочку можно добавить потому что они такие интересны по цвету когда покроется этим снегом то будет вообще здорово видите как сейчас и навалено и навалено и тут навалено и нога мои навалено если бы мне кто-то сказал где могла ее повредить было бы прекрасно тот случай когда сидя дома вот на вот этом стуле в итоге ты потом не можешь ходить я не знаю где отчего но на нее наступить очень больно моя мушмула растет вроде бы как плесень я убрала но но листики многие пришлось поотрывать вроде бы как что-то пытается и не пытается как начало стоять на месте как я вот перья пересадила темнеет не знаю не знаю может быть ничего и не выйдет с этого делала я сегодня вот эту композицию но еще не доделала потому что мне нужна сезаль а проблема в том что здесь сезаль как таково не продается я нашла в интернет-магазине но там такой ценник что мне не хочется сезаль находится что-то похожее нужно вот сюда в промежуточке будет добавить какого-нибудь красивого наполнителя но мне больше всего нравится сезаль вот больше всего нравится сезаль в работах и по цвету я думала какой цвет совместить и когда я все достала я поняла что у меня вот этот цвет оливковый надо свет на включить очень красиво смотрится с терракотовым очень красиво и я добавила сюда и терракот провалялась я со своей ногой несколько дней в кровати в воскресенье мы решили съездить в парк немножко погулять слава богу смогу все хорошо я что-то сейчас перебирала и нашла вышивку я забыла совсем про нее мне же была бы такая корова и там где все мне кажется я вам показывала собачка и слоник но если вышивать не буду нитки я сюда себе взяла для работы потому что мне часто надо мулине и только я сделала глупость я когда наматывала я взяла не переписала номера ниточек и теперь они у меня в коробочке просто без номеров зачем я так сделала не знаю вот эти два набора я вашего точно не буду точно не буду но мне так понравилось тогда вот эта корова я просто свободное время тогда вышивала что сейчас достала посмотрела от ниточки ниточки все получаются dmc и вы же расшивается на более крупные конве ну потом я надо будет постирать все вот это уйдет но мне кажется конечно же будет по цвету другая меня раз вот эта цветовая гамма вот прям как она здесь напечатана а вот я вышиваю и мне уже не хочется особо вышивать потому что мне кажется что она будет слишком темная не знаю но так как я вышивать люблю это успокаивает мои нервы то иногда можно повышевать сегодня в планах у меня пойти до обработать видео потому что несколько дней видео не было мне совершенно не хотел вставать ничего делать еще у меня есть работы я когда ехала сюда мне пришла посылка от моей подписчицы вот такие здесь идет вышивка бисером у меня бисера нет я тогда их кинула в чемодан думаю буду если что вышивать я думала может быть ниточками вышить не обязательно бисером просто подобрать по цвету сделать надо подумать что бисером я думаю только если подбирать бисер каких-то других фирм и вышивать я никогда не вышивала кстати бисером никогда а это мне прислала моя подписчица и тут еще у меня что-то есть да еще одна работа до сих пор еще записочка здесь у нас получается девушка тоже бисером я очень хочу их вышить очень хочу их вышить но проблема в том что надо разобраться с бисером на набор вател очень классные наконец-то мы дождались сейчас вам расскажу в чем вообще все дело получается так что у меня микрофон которым я записываю меня вообще несколько микрофонов и для тех кто говорит что работа блогера это проще простого как подумаешь сколько техник на технику уходит денег то конечно опа мне прислали новый микрофон новый микрофон а где наш пары да это не ремонт короче мой микрофон вот это мой старый микрофон как он старый на 14 февраля мне муж подаю микрофон он стоил здесь почти 300 долларов 200 чем-то и получается что у меня в одном из микрофонов а точнее в приемнике перестала работать кнопка перестала работать кнопка мы я поехала сдать его по гарантии мне сказали что у меня не было куплено на этот микрофон страховка единственный вариант который они могут сделать это чтобы я доплатила 50 долларов они у меня забирают мой микрофон в котором кнопка не работает и я получается еще сверху доплачивая 50 долларов получаю новый типа мне это выгоднее потому что я в итоге куплю себе микрофон не почти за 300 за 50 но мне этот микрофон тогда выйдет дороже у меня муж зашел в интернет и урод есть гарантия год вообще у них гарантия год мы написали в компанию напрямую отправили наш микрофон у меня здесь ничего нет мы отправили они сказали отправить только микрофоны не надо никакое наполнение внутри все вот это у меня осталось и они мне просто они типа сказали мы посмотрим что с ним но как бы по гарантиям и получается что мне прислали новый микрофон новый мне не сделали ремонт мне не заменили мне просто прислали новый микрофон получается бесплатно но по гарантии потому что наш микрофон был куплен я отправила вот все чеки мы уже человек выберет нет но это конечно круто и это очень приятно что вот этот вот косяк как оказалось и кнопка у них это проблема кнопка и очень многих такое происходит именно с кнопкой поэтому так честно открыть ну что все на месте новенький даже с этими штучками а я на свои микрофоны уже наклеили стеклышки чтобы их не повредить и в итоге получается сейчас у меня 2 комплекта 2 комплекта куча получается у меня сейчас проводов я наверное буду использовать то что было старое новое доставать не буду да здесь получается 2 точно такой же комплект короче для меня это неожиданность потому что я думала что мне реально просто починит один вот этот приемник ну и пришлют два моих микрофона обратно а получилось что мне просто прислали совершенно новый микрофон они вообще должны лежать вот в этих чехолчиках и ты как бы его носишь но сейчас покажу что у меня за другая штука для этого всего вот мы покупали чехол специальный для того чтобы для того чтобы возить с собой везде вот эти микрофоны и провода этот провод идет на камеру маленький он подключается получается от этой штучки микрофон а этот я уже цепляю получается на прищепку на себя надо только посмотреть или дома стеклышки есть наклеить новые это у нас идет зарядка но зарядка у меня другая мы купили провод на 2 сразу же заряжать но мне тут ему все вот так вот лежит и это с собой вот так вот носить очень очень удобно так что все я довольна я довольна как слон этот проводочек мне сейчас не нужен это все можно спрятать и я конечно же искренне надеюсь что с этим уже такого косяка не будет что-то у них видно с этой кнопочкой происходит непонятно подглючивает она знаете как было ты наш чтобы нажать кнопку тебе нужно было минут 20 и пытаешься нажать с разных сторон ты тыкаешь 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 и тебя никак не получается потому что она не давала тебе просто дальше делать ничего потом он кое-как включался но пока ты его включишь теперь уже не хочется ничего делать хорошо так хорошо Game замах